МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня он лично проконтролировал возобновление поставки топлива на котельное ТГК-2. Областные власти намерены не допустить повторения ситуации. В правительстве области подвели итоги всероссийской акции «Добровольцы детям». За три месяца работы проекта приняли участие более 4,5 тысяч волонтеров, более 300 государственных, муниципальных учреждений и коммерческих организаций. Добровольцы помогли малышам, нуждающимся в опеке и поддержке, с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Активно работали психологи, проводились культурно-массовые мероприятия. В ходе акции было собрано более 2 миллионов рублей, которые вручили малообеспеченным семьям и детям-сиротам. По итогам проекта 8 добровольцев отметили специальными правительственными наградами. Их взяли с поличным, но свою вину задержанные отрицают. Полицейские накрыли подпольное казино в центре Ярославля. В здании на улице Пятницкой находились две девушки из персонала и 11 игроков. Сотрудницы незаконного Лас-Вегаса пояснить что-либо не смогли. Посетители казино рассказали, что в карты играли исключительно ради спортивного интереса. Помещение было оборудовано видеокамерами, внутри находились два зала с карточными столами и семь компьютерных блоков для игры через интернет. В Европе он пользуется популярностью, а в Америке считается чуть ли не спортом номер один среди студентов. Флаг футбола, упрощенная версия американского футбола, с недавних пор развивается и в Ярославле. Уже завтра на стадионе «Шинник» в рамках дня физкультурника состоится первый Куба города по этому виду спорта. В рамках турнира запланировано два матча. В первом сборная вузов города поборется с новичками клуба «Реблз», а во втором силами померятся два женских коллектива. Ярославская команда «Сиглз» и московская «Драгонс». Для ярославских человек, а именно так переводится название «единственной пока в нашем городе женской команды по флагфутболу», этот поединок будет дебютным. Отмечу также, что прозвище «Чайки» и ярославские флагфутболистки выбрали себе в честь легендарного позывного нашей знаменитой землячки первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ну а в 19 часов на Первом Ярославском выйдет прямой эфир программы «День событий». Передаю информационную эстафету моей коллеге Наталье Ситниковой. Наташа, что сегодня главного, помимо газового хэппи-энда? Ну, как всегда, день наполнен событиями, о которых мы расскажем совсем скоро. В Данилове выявлен очередной случай бешенства в Любиме, и поселки Барок пытаются решать проблемы здравоохранения. И вот, что вы еще увидите в 19 часов. На котельные ТГК вернулся газ, а когда в дома ярославца вернется горячая вода, знает, не на кого узнает. В детских лагерях области завершается оздоровительный сезон. Его итоги подвела Светлана Доброхотова. Руководитель Ярославского камерного театра снял фильм о полиции. На неожиданной премьере побывал Александр Лисицын. Сокращается финансирование Барковской больницы. Врачи и пациенты обеспокоены возможным закрытием лечебного учреждения. В проблеме пыталась разобраться Юлия Пятнова. Телефон редакции 744-614. Мы ждем от вас звонков и сообщений о ваших проблемах. Следите за новостями на Первом Ярославском. В студии для вас работал Евгений Журавлев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok